Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Потрясающего, гениального выражения Луиза Авье. Сейчас я вам представлю эту девушку. If fashion is your passion, make it your profession. Слова Луизы Авье. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Луиза Авье, основатель Al Arabia Fashion Days, которая сейчас проходит в нашем городе. И сегодня она привезла самых топовых дизайнеров в нашу страну. И самое приятное, что и в нашей студии. Сегодня будут вот просто best of the best. Давайте я буду вас всех по очереди представлять. Headliner Al Arabia Fashion Days. Просто человек, который делает невероятное платье, кутюрное. Это просто что-то фантастическое. Мировой дизайнер от кутюр. Человек, который одевает голливудских звезд, жен королевских семей. Майкл Синко. Hello. We are very glad to see you here in our studio. It's very important for us. Также сегодня у нас в гостях сопартнер Майкла Синко, Саид Али. Здравствуйте. Hi, guys. Здравствуйте. Ну и Луиза Авье, вас мы уже представили. Слушайте, переводить все это дело нам будет Анна. Анна, привет. Здравствуйте. Давайте начнем с самого главного. Вот уже несколько дней просто Москва сходит с ума от нарядов, от количества красоты, которую вы устроили здесь. У софисы пробки, да. Да, 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 да. У софисы пробки так и было у нас 10 и 11 июня. Мы очень гордимся тем, что господин Майкл Синко и Саид Али дали разрешение и одобрили наше предложение приехать в Москву и показать свои замечательные, просто невероятные коллекции. Вы представляете, у меня весь зал стоя хлопал. Весь зал стоя хлопал. Это было что-то невероятное, эти наряды. Просто, просто это один раз нужно увидеть. А для того, чтобы это увидеть, либо нужно улететь, посмотреть это в Париже, либо в Эмиратах, либо прийти на Аль-Арабию в Москве и увидеть шикарную кутюрную коллекцию в Москве. Майкл, my question, my first question is for you. What did you bring to our Moscow? Which type of dresses? What is it? Usually it's more on evening gowns and wedding gowns, which is more into Russian market. Обычно это вечернее платье, которое и так любит русская публика. Да, действительно, мы вот в этом смысле тоже очень любим все ярко, красиво. Я смотрела ваш инстаграм, Майкл, последнее платье. Вот вы и в ваших нарядах, девочки, ходили в «Девушки-звезды» по дорожке Каннского кинофестиваля. Скажите, как нужно нарядиться, чтобы быть на Каннском кинофестивале настоящей звездой, чтобы вот блистать на красноковровой дорожке? What should you wear to be like a star at the Cannes festival? What should you wear to be a star at the festival? What are your rules for red carpet? For red carpet it has to be go big or go home. Нужно либо удивляться, либо идти домой. Другого варианта нет. Вы слышали, друзья, дорогие наши радиослушатели и телезрители? Либо удивляйте, либо спите дома. Слушайте, у меня вопрос к Майклу. Где брать вдохновение, чтобы так удивлять, как вы? What is the source of inspiration? I travel a lot. I usually get my inspiration from my travels, from different culture, and from the art, the opera music, and the movies. Я много путешествую, и мои путешествия меня вдохновляют. Также это искусство, оперное искусство, фильмы. Майкл, can you give us advice for me and my colleague, where can we go this summer to be so genius like you? I think just be yourself. О чем речь, Юль? And be fashionable. Я сейчас поясню, Ромочка. Я спросила Майкла, куда нам отправиться, в какой такой заветный уголок, чтобы хотя бы чуть-чуть стать такими же гениальными, как Майкл. Он нам посоветовал оставаться самими собой. Спасибо огромное. Москва для вас какое впечатление произвела, и как это отразится на дальнейшей вашей работе? Давайте мы подключим к разговору тоже Саида Алису, партнера Майкла, и спросим тоже вот коллектив. How is Moscow? My colleague asked to you, Michael, and how is Moscow for you? What's your first impression? Moscow, actually, it's a big market, and I love Moscow. That's not my first time. I come here before. And for me and my business partner, Michael, we love Moscow so much. We have a lot of clients from Moscow. And the Moscow people are really fashionable, and they love fashion, and they always look great. Мы очень любим Москву. Это не первый раз, когда мы в Москве. В Москве довольно хороший рынок, и люди здесь стильные, действительно модные. And I hope going with Al-Arabia Fashion Days will help us to gain more market in Moscow. Благодаря Al-Arabia Fashion Days мы получим больше освещения в России, наш бренд. What did you notice in our city? Что вы заметили в нашем городе? Что вас поразило? What impressed you? I'm actually inspired with Moscow. That's why my collection was inspired by the beautiful culture of the Imperial Russia. Yeah, I love the architecture, the colors. Моя коллекция была вдохновлена временами имперской России, цвета, текстуры. Луиза, я так понимаю, что весь мир будет наряжаться в русском, в русско-восточном стиле в ближайшее время, благодаря Майклу. Одна из целей Al-Arabia Fashion Days — это сделать в Москве кутюрные показы. Что есть кутюрный показ? Поясните для тех, кто не очень разбирается в этих понятиях. Для меня, да. Ромочка, я вас объясняла в прошлый раз. Поясни еще раз. Он все забыл. Кутюрный показ от показа прет-а-порте отвечает тем, что, например, то, что на вас сейчас одето, это прет-а-порте. Это прет-а-порте, да? Да. Вы любите, Майкл? Это красиво. И у тебя. Да? Да. Спасибо. Кутюрные показы — это показы мод в вечерних туалетах, в красивых свадебных туалетах. Это платья на выход. Да, но мировые дизайнеры, они равняются на кутюр, а далее они делают повседневную одежду. Так что, если для обычного человека, скажем, это первый класс, бизнес-класс и далее. Ну, это как в автомобиле с тренером. Сначала показывают концепт-кар, да? Да. А потом уже показывают все, что будет. Все, что может быть. Но кутюрная коллекция — это дорогая коллекция, правильно? Это очень дорогая коллекция. Это дорогая коллекция, это штучная коллекция. Но она... Ну, понимаете, цена-качество должны совпадать. Это ручная работа, это ручная вышивка, это камни дорогие, ткани. Поэтому иметь кутюрное платье, я думаю, должна любая женщина в картиробе. Хотя бы одно, хотя бы одно. Майкл, how long you create your usual couture dress? Как долго вы создаете свои платья? It depends on the design. Sometimes it takes a hundred hours, sometimes a thousand number of hours. Все зависит от дизайна. Иногда это сто часов, иногда это тысяча часов. Вау, тысяча часов. So it can be very-very expensive, yes? It is expensive because it's time-consuming. Майкл, вы творите на рассвете, вечером, ночью. Как это происходит? Когда самое большое вдохновение приходит? Ромочка, все про вдохновение. Ну, конечно, конечно, это же такие тонкие материи. I create any time when I'm inspired. В любое время, когда у меня есть вдохновение. Did you create something in Moscow? Yes, yeah. Who is your icons in the world this time? Who gives you an inspiration? Maria Callas is one of my biggest inspirations, yeah. That's why I love opera music. I love her music. And I'm always inspired from her songs. Я спросила у Майкла только что, кого он одевает, кто его иконы стилей, и кто его вдохновляет, маэстро. And I also love Russian ballet. Yeah. Русский балет. А, русский балет. Russian ballet, I'm inspired. And Swan Lake is one of my biggest inspiration in creating one of my collections. Did you see it in Большой театр? No, I didn't see it, but I've seen it in New York. Ah, New York. But you need to see it here. I love to watch it here. You need to come again and to see it. Yeah. You will come, I hope so. Дорогие друзья... Please organize tickets, please, for Michael. У нас сейчас небольшая пауза, после которой мы продолжим. Будьте в компании Страны. Страна ФМ. Лучшее в стране. Дамы и господа, мы продолжаем этот телерадиоканал Страна ФМ. У нас чудеса превращений. Все это мир мод. И посмотрите, что творится в эфирной студии Страны ФМ. Ну просто, просто сегодня праздник души твоей, да, Роман Шахов? Это правда. Итак, я напоминаю, друзья, что в эти дни в Москве проходит Аль-Арабия Fashion Days. Сегодня у вас большой праздник, будет гала-концерт. И у нас студия Луиза Авье, основатель Аль-Арабия Fashion Days. И сейчас к нам присоединилась дизайнер Анастазия Кифер. Привет, Анастазия. И основатель Save the Fashion House Дуа. Hello, Дуа. Hello. Да, ну вот так вот мы немножечко мужской коллектив разнообразили красивыми женщинами. Дуа приехала к нам из Арабских Эмиратов. Анастазия из Цюриха, Швейцария. Анастазия, ну вот давай разбираться. То есть Анастазия Кифер, бренд, я так понимаю, швейцарский. Анастазия из России. А одежда для женщин всего мира. Правильно. Объясни, что и как здесь происходит. Все очень просто. Я... У меня русские корни. Я родилась и выросла в России, в Москве. И буквально до 22 лет я жила в этом замечательном городе. До сих пор его очень люблю. Каждый раз приезжаю сюда просто вот. Огромная у меня радость. Все знаю. Даже акцента у тебя нет. Акцента нет. Но у меня зато есть, когда я говорю по-швейцарски, у меня там есть русский акцент. Вот это обычно так бывает, когда приезжаешь после 20 лет. Уже трудно, уже никогда не будет этого чистого языка. То есть я понимаю, что ты решила основать бренд для европейских женщин в Швейцарии. Верно все? И наконец, наконец, на родную землю привезла свои наряды. О чем твоя мода, Анастазия? Мода о том, что каждая женщина должна вернуться к своим корням, к своему божественному происхождению. Женщина должна быть феей. Вот такой, какой создал ее бог. Ой, как мне это нравится. Действительно. Луиза, да? Вот просто вот... Абсолютно согласна. Это еще раз доказывает, что Аля Рами Fashion Days – это дизайнеры со всего мира, с разных уголков планеты. Что значит, женщина должна быть такой, какой ее создал бог, вот в модных рамках? То есть как надо наряжаться, Анастазия? Ну, женщина – это такое существо не от мира сего. Это вот она вдохновительница мужчины, который его подвигает на подвиги. И вот, например, я вчера провела такой эксперимент, я прошлась в этом платье. Сначала все думали, что это платье свадебное, да? Для тех, кто нас только слушает, а не смотрит, я поясню. Анастазия в розовом вечернем платье, как вот этот материал называется, воздушный, с тюлевыми рукавами объемными, совершенно фейскими, с бархатным ремешком потрясающим. И самое главное, что этот наряд, Анастазия потом сама расскажет, когда нужно носить, я так понимаю, можно даже с утра. Вот, продолжи свой рассказ. Да, то есть, как мы все привыкли, такие наряды – это либо свадебное платье должно быть, либо вечернее платье, ну, платье на выход. Вот, наша концепция заключается в том, что я хочу, чтобы женщины такие платья носили просто повседневной жизни. Ну, понятно, что это не такая ситуация, когда у вас трое детей, там, коляска и так далее, то, может быть, в этой ситуации… Как в метро пойти в таком. Ну, да, в метро, наверное, нет. А вот просто, если вы идете с подружкой, там, или с молодым человеком, даже днем, я хочу, чтобы женщины, вот, я их вижу в таких нарядах, чтобы это были не брюки, чтобы это были не платья-футляры, а чтобы это были вот такие вот летящие… Романтические, сказочные истории. Романтические, сказочные, чтобы на вас… Я вчера говорила мужу, вот, интересно, давай посмотрим, вот, сколько на нас, сколько процентов будут взгляды… А, вы эксперимент решили привезти, мужа. Я же каждый раз делаю тест-драйв со своими нарядами, и я говорю, вот, давай посмотрим, сколько будет взглядов осуждающих, или сколько меня обсмеют, потому что это что-то новое, да, а новые нововведения, они всегда вызывают смех, недопонимание, там, непринятие в начале, так всегда было, и так есть, и так всегда будет. Я говорю, давай посмотрим просто в качестве эксперимента, сколько людей будет надо мной смеяться, что вот я такая вырядилась, да, а сколько людей будет на меня смотреть, вот, в восхищении, как на фею, вот, и месседж был такой, то есть, идея, увидят ли они во мне фею или не увидят. Москва не подкачала? Нет, вы знаете, все свернули головы, женщины подходили, мужчины смотрели, просто падали, там были, там, пробки, аварии и так далее. Вот, женщины улыбались, подходили и говорили, одна мне сказала, вы знаете, вы как фея, я говорю, большое вам спасибо, потому что вы подтвердили… Что и требовалось доказать, собственно. Здорово. Давайте мы поприветствуем нашу еще одну гостью, основателя Save the Fashion House, Дуа. Дуа. Привет, привет. Привет, привет. Tell us about your style, about your brand and about your conception a little bit, please. Я попросила рассказать Дуа о ее бренде. Save the Fashion House, бренд, it's specialized in bridal couture. From Dubai, yeah? Yes, from Dubai, based in Dubai, since 18 years. It's specialized in bridal couture, hot couture, ready-to-wear couture. Кутюр, 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 кутюр. Дубай, кутюр, кутюр, кутюр. Модный дом Save the Fashion House существует уже 18 лет, и они специализируются на свадебной моде, на высокой моде и на бренд-де-порте. Дуа, which is the most popular trends now in Dubai fashion, which colors, which trends, what? As of the mixing of nationalities, Dubai, you can see everything, everything is mixed. Also in fashion, especially in fashion, you can see everything, the colors, the shiny dresses, the classic dresses. В моде смешаны все, цвета, это все влияние разных национальностей. Что самое интересное для вас было в Москве? Что самое интересное для вас было в Москве? Вчера мы провели тур в Москве. Мне нравится строение, это было действительно потрясающе. Мне нравится, особенно в Радской двери. Вчера это был национальный день. Я видел людей танцевали, они были очень счастливы. Я взял много видео, это действительно потрясающе. Мне нравится место. Что вы можете сказать о стиле русских женщин? Это почему мы приехали в Москву, потому что мы думаем, что их стиль ближе к нашему стиле, ориенталу. Да, мы очень яркие. Они любят, да. Аня, скажите что-нибудь. Уточните просто, переведите, Аня, пожалуйста, мой вопрос для наших слушателей. Что вы можете сказать о моде русских женщин? По приезду в Москву мы заметили, что русские женщины, по сути, одеваются так же. Они любят яркие, красивые, вечерние наряды, любят ярко выглядеть. И я думаю, и я уверена, и я уверена, что, когда я увидела вчера, что каждая женщина здесь в Москве выглядит как модель. Женщина в Москве выглядит как модель. Да, и я действительно люблю ее, для каждой женщины, я люблю ее, чтобы носить нашу дизайн. Потому что, реально, я хочу, чтобы наши дизайны были на моделях здесь в Москве. Я была бы рада видеть свои изделия на русских женщинах, на каждый день. Отлично. Давайте у Луизы спросим, когда это возможно будет. Когда это возможно будет. Вы прям хотите открыть все секреты фирмы, да? Роман, он такой. Прикладной аспект, так сказать, в программу. Мы в процессе, мы сейчас двигаемся к этой цели, к той, чтобы дизайнеры, которые участвуют на Al Arabio Fashion Days, в самое ближайшее время, смогли представить и продавать свои коллекции здесь, у нас, в Москве. Идем верными шагами и к верной цели. Друзья... Я думаю, что это начало 20-го года. Вот, отлично. Все, спасибо. Давайте объединяться. Объединять наши странные культуры. Да, мы к этому идем. Ну, а прежде совместными усилиями мы посмотрим немного рекламы, потом продолжим. Дорогие друзья, продолжается Al Arabian Fashion Days в Москве. И если вы думаете, что у нас закончились гости, ничего подобного. Мы продолжаем. Да, и к нам присоединился дизайнер из Филиппин, Майкл Лева. Лева, настоящая звезда современной моды. Hello, Michael. Hello, hello. Glad to see you. Right now I saw your Instagram. Я говорю, что только что я посмотрел твой Инстаграм. Your dresses are amazing. Absolutely fantastic. Насколько я понимаю, Майкл, вы занимаетесь, ты занимаешься вечерними кутюрными платьями и свадебная мода. You work with evening gowns and bridal couture. Yes, I work on bridal couture and lots of evening gowns. Мне срочно нужны твои советы. Вот выбрать истинное, потрясающее вечернее платье, это всегда такая сложная задача. Потому что сейчас вот, да, миллион каких-то там вариантов и так далее. Каким оно должно быть, твое идеальное вечернее платье на выход? Платье должно, во-первых, сидеть по фигуре, и потом должно быть сочетание в цвете. What does it mean, сочетание в цвете? Сочетаться с фенотипом, с цветотипом того, кто носит это платье. Look at me, please, Майкл. What do you think? Which is my color? Well, you have a very beautiful face and body, so any cut and silhouette will compliment you. Платье по фигуре вам будет просто потрясающе. Платье по фигуре, то есть вечернее платье, это когда мы выделяем и талия, да, и грудь, и бедра, чтобы все было, что не нужно, спрятали, а остальное оставили. You cover everything that should be covered, and you show what you will show, because you have a perfect body. Thank you very much. Какие цвета сейчас самые модные, вот самые в тренде в 2019 году? Well, for 2019, it's, I think, neon colors, bright colors, so it represents happy colors. Happy colors. If you're wearing a very bright color, like blue, red, how to make yourself stand out, you, not dress? Well, you have to stand out when it comes to the colors. I think you should be confident when you're wearing it, regardless of any color you wear. It's really very important that if you are confident with what you're wearing. Цвет не имеет значения, цвета не имеют значения, главное, чтобы быть, главное, быть уверенным. I agree with you. Луиза, что показал в эти дни Майкл в Москве? На самом деле, во время показала Майкла Леви, много народу просто аплодировало, стояли, кричали. Они были в восторге, потому что... Подали в уморок, рыдали. Я хочу сказать, я хочу выразить большую благодарность моделям, ибо платья тяжелые, они нелегкие. И настолько красиво они прошли, и такая же большая благодарность нашему режиссеру Данилу Косинкову, который поставил показы наших дизайнеров. Сделал воздушным его, да, насколько я понимаю? Сделал воздушным, и красиво модель идет в шикарном вечернем туалете, и настолько грациозно. Ну, как бы, наши женщины лучшие, это не секрет, но еще подать иностранного бренда в правильном формате, это заслуга и как модели, так и режиссера. Майкл Леви у нас показал вечерний туалет из ярко-желтых цветов, голубых цветов. Это просто был фейерверк красок, это было очень дорого, богато, то, что соответствует формату Аль-Арабии. Луиза, любители хорошо потратить деньги и ходить в ярком, они могут претендовать, что и эту одежду можно будет приобрести? Да, конечно. Вот, все, спасибо. И Майкл Лева один из ведущих дизайнеров Филиппин. Майкл, скажи, пожалуйста, кого ты мечтаешь нарядить? Есть ли такая женщина в мире? What is the woman you would like to wear? A woman that is sophisticated and is confident of herself. Элегантную, уверенную в себе женщину. Аккуратнейшим образом Майкл сейчас убежал от ответа на мой вопрос. Хорошо, а с кем тебе понравилось, может быть, работать? Я имею в виду знаменитых женщин, о работе с которыми ты вспоминаешь, вот прям с восторгом. Did you have any celibatism in clients which you loved still and which you, like, remember? Well, it's a top celebrity from Manila. Her name is Ann Curtis. I've been always a fan of her and I always wanted to dress her up. Я одеваю знаменитости Филиппины и до сих пор с ними в хороших отношениях. Это показатель. Скажи, пожалуйста, филиппинские женщины, не так, русские женщины чем-то похожи на филиппинские женщины? То, что мы похожи на женщин вот из Арабских Эмиратов, да, то, что мы такие же яркие, я имею в виду, да, своим отношением к стилю, это понятно. А вот про Филиппины ничего не знаю. Well, I think there's no big difference. They are both fashionable. And Russian women want it grand and elegant and sophisticated also. Особой разницы нет. Русские женщины тоже утонченные, элегантные. Прежде чем вот отпустить тебя, Майкл, вопрос, когда я соберусь покупать себе свадебное платье, каким оно должно быть? Что сейчас прям топ-топ-топ свадебной моде? What is trend in bridal culture, if I'm going to buy a bridal dress? When I will be ready to buy it? Well, it's really very important when choosing a bridal gown, it should complement the one wearing it, because it's your wedding gown. It's really very special. So you have to be very careful in choosing what fits you perfectly and what will best represent you on your special day. So that's very important. Выбор свадебного платья – очень важный выбор в жизни каждой женщины, и оно должно подчеркивать все ваши достоинства, и должно выглядеть стуксшибательно. Да, у нас сегодня замечательные, талантливые гости, и мы говорим сегодня о моде. Да, у нас сегодня просто калейдоскоп дизайнеров. Дело в том, что в эти дни в Москве проходит Al Arabia Fashion Days, и сегодня день закрытия. Вот у нас в студии основатель этого мероприятия – Луиза Авье. Сегодня же гала-ужин будет, да, гала-концерт. Что, как это все будет выглядеть? Прямо поближе к тебе, Луизочка, микрофончик. Да, сегодня будет у нас закрытый гала-ужин. Мы будем вручать награды по различным номинациям нашим дизайнерам, нашим партнерам, людям, которые были с нами все это время. В общем, повеселитесь сегодня знатно. Конечно. Как веселятся люди из мира моды? Это песни. Просто интересно же. We asked, Луиза, how you get your fun, how designers get fun today in last day of Al Arabia Fashion Days. Я думаю, на этот вопрос лучше, чтобы ответили наши дизайнеры. Давайте их и спросим. Точную оценку дадут. Переведите меня точнее, пожалуйста. Как веселятся дизайнеры? How do designers get fun in general? Now is the time for social media. I think designers are more exposed now in Instagram, Facebook. Мы общаемся со СМИ, а также мы ведем активно социальные сети. It's too boring, Michael. I don't believe you. Я говорю, что это слишком скучно. Я вам не верю. Well, if you make beautiful clothes, people will come and like you. Если вы делаете красивые вещи, люди лайкают вас. Don't you dance on the table? No. No? Well, if the client is willing to pay a lot, why not? Вопрос следующий. Я спросил Майкла, неужели вы не танцуете на столе? Ну, если клиенты достойно платят, почему бы нет? Майкл, what about your fun? Мы сейчас обращаемся к Майклу Лееве из Филиппин, нашему гостю, дорогому. Песни, танцы. We get it from our clients. They pay, and then that's what we use for every day. If you make beautiful guns, they are willing to pay you. Ваня? Fun, fun. What is entertaining? Okay. Я заметил, fun. I just asked fun. Fun, okay. Майкл Синко, по-моему, вот сейчас четко понял, о чем я спрашиваю. Well, we always have fun, and it's always beautiful, and it's always encouraging. If you're doing what you love most, you're always having fun. Нам всегда весело, потому что мы занимаемся тем, что мы любим. Это круто, да. Endure. For me, as he said, when we are working, we are having fun also, but especially for me, I like traveling, I like to see so many places. I visited so many places, I found Moscow, yeah, I'm from the best I saw. Я согласна с предыдущими высказываниями, мне весело на работе, я получаю удовольствие от работы, также я много путешествую. Слушайте, у меня вопрос, который касается мужчин. Мужчин чем-то вы можете повеселить в плане моды, потому что мы все про женщин говорим, и хотелось бы понять, что-нибудь может быть и для нас. Между прочим, Майкл Синка привез к нам в Москву как женскую, так и мужскую коллекцию. Вот, спасибо за это. У нас были мужские модели. Спасибо. Мы сейчас, я думаю, успеем спросить Майкла про тренды в мужской моде, но прежде я хотела бы сейчас вас, друзья, попросить подключиться к своим видеоисточникам, не только нас слушать, но и смотреть, потому что у нас такая красота происходит в прямом эфире страны FM. Прямо сейчас дизайнер из Швейцарии Анастазия Кифер будет показывать свое роскошное розовое платье, в котором, между прочим, Анастазия, проходите, в котором, между прочим, Анастазия советует ходить с утра и до вечера. Вот она так вот летящая. Очень красиво. Ой, а сзади еще какая шикарная, тюлевая, что это, Лойза, как это, не накидка, а вот такая вот, да, часть, как правильно ее назвать. Так должна выглядеть фея, то есть каждая женщина. В 2019 году. Анастазия, бегите скорее к нам. Спасибо. Это очень красиво, да. Очень красиво. Я так понимаю, чем воздушнее, чем легче, да, чем более подевчачьи, чем круче. Присоединяйтесь ко мне, идите к моему микрофону, Анастазия, стоите рядом со мной. Вот, мы хотели про мужскую моду спросить еще, Майкла Синка, нашу суперзвезду. What about men's trends? Men's trends are more on 80s and 70s, look. Yeah, they're back. Wow, 70s, you said, yeah? Yeah. В мужской моде мы возвращаемся назад к 70-80-м годам. So, топ-3 things which need to buy each man this summer. Топ-3 вещей, которые должен купить каждый мужчина этим летом. I think they need to buy a watch, a car and a woman. Часы машины и женщины, три атрибута. Часы машины и женщины. Спасибо, мы все записали, спасибо. Ромушка, как бы, да, все... Это очень важно, кстати, да. Это непроходящие ценности. Спасибо вам большое. Абсолютно согласна. Давайте сейчас, знаете, что вот мы все-таки в России сегодня. We are in Russia. And it will be very glad for us if you say one word about our country. It's very important for us. Давайте такой вот блиц устроим. Анна меня переведет, да. И вот попросим наших дизайнеров сказать вот по одному впечатлению от России. По одной one association, ассоциация, правильно я говорю, Анечка? О России. Вот начнем, например, вот Майкл. Well, it's my first time in Russia and I must say this is not going to be the first and last time. It's really a beautiful country. Это мой первый раз в Москве, но я еще вернусь, и Россия очень красивая страна. Yes. You need to come back to create my bridal dress. Вы должны вернуться, чтобы помочь мне со свадебным платьем. Конечно, это же важно. Ну, а Рома, а как вот? А как по-другому? Нет, только так, Юльич. Ну, конечно, конечно. Дуа. Yeah, it's really an amazing place to visit. Это место нужно посетить. Ну, как бы так, вот знаете, Дуа скромненько и со вкусом. Лаконично, да. Что скажет наш маэстро Майкл? Спасибо, Россия. Вот так вот. Супер. Спасибо, Россия. Анастасия. Мы знаем, что вы любите Москву, Россию. Скажите от себя что-нибудь. Взгляд из Тюриха. У вас такая шикарная погода. У вас, знаете, и не жарко, и не холодно. Вот просто мне везде предлагали какое-то там вечером что-то накинуть. Нет, нет, мне так хорошо. И самые лучшие рестораны в мире в Москве. Я получила огромное удовольствие. Мы здесь едим. Вот с того, как мы приехали, вот с воскресенья. Мы его поправились уже, наверное, килограмм на пять. Но я не жалею, потому что я получила массу удовольствия. Лучший в мире Наполеон, лучший в мире Виттелло Тоннато. Я такого никогда жизни еще не ела нигде даже в Италии. Спасибо. Как мы изменили за 20 лет, да, что вы здесь не живете, Анастазия? Согласитесь. Итак, мы сегодня еще знаем, что у вас сегодня еще ужин будет хороший. Да, так что сегодня не берегите фигуру. Не берегите фигуру. Повеселитесь как следует. Спасибо вам огромное. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что вы пришли сегодня. Настоящие творцы в студии телерадиоканала «Страна FM». Как будет разговор по-английски, Анна, помогай мне уже. Все забыла. Conversation, yes. Thank you very much. До Save the Fashion House, Анастазия Кифер. Сегодня Майкл Синка у нас здесь. И, конечно же, Майкл Лева. Ну и, собственно, королева этого карнавала модного Луиза Авье, основатель Аль-Арабио Fashion Day. Спасибо. Благодарю вас. До новых встреч. До новых встреч. Пока. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM».